Привет, девчонки! Это Маша. Не мне вам рассказывать, что даже у самой уверенной в себе женщины, которая всегда знает, к чему стремиться и чему хочет, бывают моменты, когда просто невозможно решить, какой сделать маникюр с бабочками или с цветочками. Ну, бывает, на то мы и девочки, и поэтому поступим хитрее. Сделаем все и сразу. Сегодня мы делаем дизайн на гель-лаках компании Импульс. Нас с вами балуют. Девочки, ко мне приехала вся... Нет, не так. Вся палитра новой коллекции гель-лаков Импульс Делюкс, а вам дарят по флакончику гель-лака при покупке от 3000 рублей. Не забудьте сказать под кредит при заказе. Ссылочки я оставлю в описании, а сейчас давайте переместимся на мой рабочий стол. Нас тут заждался целый веер разноцветных типс, 45 цветов, если что. Естественно, все выкрашивать очень долго, поэтому основную часть буду показывать на типсах, еще часть мы накрасим вместе и еще немного обозрим уже во время выполнения дизайна. Вот этого. Я, значит, сижу такая, рисую, звонит Антон и спрашивает, что я делаю. И тут я поняла, что трудно объяснить, что именно я рисую бабочку с тюльпанами. Тюльпаны в бабочке, в общем, это нужно увидеть. Контур бабочки, акварельные тюльпашки, нежно по-весеннему, все и сразу и не перебор. Но сначала все же обзорчик. Вот это база и топ Импульс Делюкс. Консистенция плюс-минус одинаковая, средне-вязкая, довольно-таки жидкая, во всяком случае по сравнению с обычными базой и топом от Импульс. Мне их удобнее было наносить по одному ногтю, чтобы избежать затеков, но если работать аккуратно и быстро, можно получить неплохой результат, который к тому же неплохо носится. Консистенция цветных гирлаков такая. Они не слишком густые, но приятно вязкие. Все можно без проблем нанести в два слоя. Есть цвета, которые и в один уже очень плотно ложатся. Единственное, что так с некоторыми цветами нужно или работать по одному ногтю, или снимать липкость с базы, так как они могут убегать от кутикулы. Давайте начнем нашу выкраску с палитры красных. Тут и поярче, и потемнее, и малиновые, и бордовые. Накрасим классический красный GL620. Это один из тех, которые и в один слой прекрасно ложатся. Крутой цвет, беспроблемный, а для красного это очень важно, он должен быть идеальным. В палитре есть пастельно-кремовая цвета, тоже от темных к светлым в разных тонах. Для выкраски я выбрала очень розовый GL320. Достаточно яркая, плотненькая пастелька. Такая особенность у этих гей-лаков. При нанесении видно крупинки пигмента, гей-лак как будто зернит, но после высохания крупинки пропадают и цвет получается абсолютно гладким. Отдельного внимания заслуживают вот эти красавчики. Почти белые, но не совсем. Как же я обожаю такие цвета, прям очень, настолько нежные и женственные. Выбор такого цвета прям как выбор свадебного платья. Кто выходил замуж, тот знает, что белое свадебное платье это очень размытое понятие. Есть айвори, слоновая кость, пудровый, молочный, белоснежный и еще куча оттенков и все разные. Давайте накрасим красивый сливочный цвет. Желтоватый, очень теплый, мягкий оттенок белого. Ложатся эти не белые достаточно-таки плотно, что радует. И кстати говоря, самый белый из них это GL210. Дальше давайте посмотрим палитру синевато-фиолетоватых. Парочка голубых и светло-фиолетовых мелькает в палитре, а здесь у нас только темные цвета. И накрасим мы, конечно же, цвет модного в этом сезоне голубого лазурита под номером GL730. Коль уж мы красим темный цвет, который обычно просыхает хуже других, скажу, что у меня с сушкой проблем не было вообще никаких. Гирлак просыхает на все 100. Впрочем, тут все зависит от лампы. Чем мощнее лампа, тем меньше проблем с сушкой. Значительную часть палитры Impulse Deluxe занимают пыльные цвета от светлого глиняного до темного зеленого. Мне кажется, что у такого рода цветов есть целый отдельный фан-клуб. Лично я, признаюсь, люблю их по сезону. Для выкраски выбрала цвет светлой глины или песочный, что-то вот такое. Номер GL410. На руках вполне может пройти за очень плотный нюд. Ну, понятное дело, тут нужно отталкиваться от цвета вашей кожи. В продолжении тема приглушенных цветов, палитра терракотовых с розоватыми, рыжеватыми и коричневатыми нотками. Будем выкрашивать GL660. Не хочу вешать ярлыки, но вот такие цвета любят женщины 40+. Так повелось. Ладно, давайте подытожим. Новая палитра небольшая, 45 цветов, но очень много удачных оттенков и прямо-таки даже классных. Консистенция приятная, не затекает и даже наоборот по липкому слою базы может стягиваться. Но это только пара цветов, а за большинством я такого не заметила. Сохнут хорошо, в два слоя прекрасно перекрывают ноготь. Ну что же, теперь дизайн. Обезжириваем ногти и наносим базу Deluxe от Impulse. Основной цвет у нас GL400. Его наносим на большой, указательный и средний. А под дизайн на безымянный наносим GL210. Это все в два слоя. На мизинчик сделаем градиент тоже в два слоя. Цвета, которые я использую для градиента, это голубой GL400 и оранжевый GL280. А ссылочку на пару полезных видео про градиент оставлю в описании. Вот так быстренько мы подобрались к самому главному. Голубой GL400 рисуем фон в форме бабочки. Сначала отмечаю туловище бабочки, чтобы было проще ориентироваться в пространстве. На само туловище как такового акцента не будет. Затем рисуем крылья, заполняем цветом и сушим. В принципе на этом этапе зацикливаться на однородном слое смысла нет. Впереди еще куча рисовашек, но как бы там ни было, гирлак и сам ровно лег. Вторым шагом делаем подмалевки наших тюльпашек. Подмалевок делаю персиковым GL280 и тоже просушиваю. Далее нам понадобится малиновый GL110. Этот цвет яркий, плотный, так что перед тем как рисовать, немного размылим его в капельки базы или топа. Этим цветом мы тоненько намечаем лепестки и тонируем темные цвета бутонов. Внутренние стороны лепестков, тень от лепестков и немного цвета по центру внешних сторон лепестков. Четких линий не делаем, все условно. Этот шаг тоже нужно прихватить в лампе, ну хотя бы секунд 10. И в завершении белой гельпастой Impulse тоненько чертим лепестки. Перед следующим этапом можно немного прихватить в лампе, если переживаете, что ваш материал может потечь. Добавим немного размытого, расфокусированного фона, чтобы придать рисунку те самые характерные акварельные нотки и гармоничнее вписать наши бутоны в общую картину. Что делаем? Слегка размыленным в базе GL280 хаотично натыкиваем нечеткие кляксочки разного размера и интенсивности. Кое-где добавляем вкрапление GL110. Можно не разбавленного, но тогда не забывайте тушевать. И кое-где можно даже делать внахлест с бутонами, чтобы картина была целостной. Опять же на пару секунд в лампу и добавим вытянутыми размытыми линиями зеленый, как намек на то, что где-то там зеленеют листики и черенки. Я сейчас рисую светло-зеленым GL570 и немножко добавляю темно-зеленого GL790. Немного прихватим в лампе и продолжаем то же самое, только уже разбавленным темным синим GL760. Этим же цветом немного затемним контуры бабочки кое-где. Завершающий штрих. Добавим тонкую обводку бабочки. Вверх обводим темно-синим GL760, вниз добавляем немного малинового GL110 и тоненькие усы. У основания малиновые, а на кончиках синие. Сушим и покрываем все топом. Дизайн перекрыла в два слоя, чтобы сравнять рельеф от рисунка, так как топ не густой. Также я украсила дизайн несколькими стразиками, бульоночками, ну на свое усмотрение. В общем, нежные цвета, бабочка, цветочки, короче, весна, настроение максимально цветущее. А у вас свои работы по моим мастер-классам загружайте в инстаграм с хештегом MashaCreate и в нашу группу ВКонтакте. Надеюсь, дизайн вам понравился, а обзорчик оказался полезным. Ставьте лайк, интересующие вас вопросы пишите в комментариях под видео, подписывайтесь на мой канал и присоединитесь ко мне в других соцсетях. А с вами была я, Маша. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok